мур привет друзья с вами зверько неожиданно разработчики выпустили люнокс и как с линуксом часто случается забыли донастроить ее хотя судя по обновлениям вл уже давно готов ну что же это зеленый гайд на люнокс поехали большинство магов в мл на данный момент прокастеры чья задача влить свою комбу в противника с люнокс же ситуация другая это маг спаммер она постоянно поливает противника заклинаниями а в перерывах наносит урон с руки попробуем из этого извлечь выгоду в билде о навыках пассивка поворот мечты в люнокс нет сокращения навыка от предметов единственным исключением служит пассивка предмета мимолетное время когда вы берете например магические сапоги и получаете условные 10 процентов кд навыков начинает работать пассивка когда сильно светлая сторона это две желтые точки над персонажем за 10 процентов кд вы получаете плюс 20 к магической и физической защите а если темная то плюс 15 процентов пробития что любопытно в настоящий момент ограничения в 40 процентов кд для люнокс нет то есть вы не ограничены 80 единицами защиты от пассивки и 60 пробития к слову большого толка от мимолетного времени и я не вижу поскольку навыки и так достаточно быстро перезаряжаются для переключения склонности к той или иной стороне не обязательно колдовать по врагу можно просто в воздух первый навык звездный пульс склоняет к светлой стороне люнокс подобно рафаэль наносит урон по всем противникам в области кроме урона она еще получает и исцеление при том не слабое который еще и увеличивается если попадаете по героям этот навык позволяет спокойно стоять на линии не убегая за лечением если противник вам сильно не досаждает массовый спелл и фарм навык кд 2 секунды второй навык нападение хаоса склоняет к темной стороне люнокс выстреливает снаряд в противника который не только наносит стандартный урон но и сверху снимает 5,5 от максимальных хп противника плюс к этому накладывает замедление это спелл соло боя перезаряжается вместе с первым навыком соответственно кд тоже 2 секунды третий навык космическое разделение простой прокаст вперед наподобие второго заклинания фаши наносит массовый урон и замедляет на 60 процентов ничего интересного ульта хаос и порядок по сути тут две ульты поскольку у них не связана перезарядка если активируем ульту при светлой стороне люнокс превращается в энергетический неуязвимый сгусток и может спокойно перемещаться в это время она наносит постепенный урон окружающим противником и может атаковать с руки сгустком она летает 3 секунды нанести ей урон или накинуть статус в эти 3 секунды нельзя кд на первом уровне 28 секунд если активируем ульту при темной стороне люнокс совершает прыжок в выбранном направлении и наносит небольшой урон вокруг а кд второго навыка меньшается примерно до полсекунды эффект ульты длится 4 секунды и можете успеть выстрелить вторым навыкам примерно 7 раз кд на первом уровне 19 секунд я использую светлую ульту как escape либо для того чтобы без доп урона подойти на нужное расстояние а темная ульта это наш основной способ убийства подпрыгиваем и спамим вторым навыкам впрочем для отступления тоже можно использовать отпрыгнуть от противника и убежать приятно что можно собирать люнокс вообще вариативно хоть через перо и косу хоть собирать в силу магии даже оракул подойдет увеличив отхил и пробитие одновременно плюсом добавив хп и маг резист я же вам просто покажу как сейчас собираю ее я эмблемы мага добавляем скорость бега вампирского заклинания и второй перк волшебство благодаря спаму она активируется довольно часто способность берем какую нравится я предпочел вспышку сборка да да я знаю что у некоторых из вас сборка лучше но признайтесь вы здесь чтобы посмотреть мою до изменения леса можете взять предмет для форма леса обувь демона чтобы не испытывать проблем с маной коса бедствия нам нужно для ее пассивки между нашими спам заклинаниями мы успеваем сделать два выстрела с руки этот предмет усилит каждый первый выстрел охранная реликвия неожиданно рано но ее пассивка даст хороший прирост урона ожерелье заточения антихил поскольку мы не про кастер и а наносим по сути постепенный урон нужно уменьшать извлечение противника тем более само ожерелье увеличить наше собственное исцеление жезл снежной королевы увеличить скорость движения даст больше самоисцеления и противники не будут убегать от вас резвым кабанчиком но и кровавые крылья дадут буст для урона тактика тут особой выдумки нет все как с адк только фармить проще выбираем линию и не подставляясь чистим крипов первым навыкам лес вторым навыкам достоин противников вторым и третьим навыками поскольку первый навык бьет несколько ближе чем 2 для убийства соло цели если рядом вражеские крипы можно ослаблять первым навыкам потом дважды дать второй навык ультануть и добить в массовом бою используем первый навык светлую ульту по необходимости а дальних целей достаем вторым навыкам чтобы переключать стороны хватит просто дважды сколдовать нужное заклинание в воздух что в итоге мы имеем вариативного персонажа по сборке с гибким геймплеем надеюсь гайд вам поможет начать играть за люнокс а дальше вы ее измените под себя если видео вам понравилось подписывайтесь на канал делитесь видео с подписывайтесь на канал и ставьте лапки всем пока а подписывайтесь а а